Проект по улучшению мастерских для технического обслуживания дорожно-эксплуатационной техники был реализован в рамках технического сотрудничества Кыргызстана и Японии. Так, в Каракольское дорожно-эксплуатационное управление номер 35 было предоставлено оборудование для обслуживания дорожно-эксплуатационной техники на сумму 21 миллион сомов по проекту представительства Джайка в Кыргызстане. Отметим, что техника позволяет работать гораздо эффективнее и теперь данное ДО будет обслуживать технику со всей области. Подробнее расскажет Алина Хайдаршина. Проект по улучшению мастерских для технического обслуживания дорожно-эксплуатационной техники был реализован в рамках технического сотрудничества Кыргызстана и Японии. Отметим, что японская сторона считает, что налаживание транспортной инфраструктуры имеет важное значение для развития Кыргызстана и укрепления связи региона с внешним миром. Данный проект указывает на то, что сотрудничество наших стран развивается. В его рамках шести областям Кыргызстана – Нарынской, Сыкульской, Таласской, Джалалабадской и Ожской – передано оборудование и инструментарий для вслуживания дорожно-эксплуатационной техники. Мы поддержали именно инфраструктурный сектор, так как он является одним из важных, потому что при наличии хорошего транспортного сектора лучше работает логистика каких-либо товаров между регионами и даже стран. Мы поддерживаем проекты по строительству дорог и мостов, и после такого ремонта появляется нужда в починке техники. Кроме этого, мы провели исследование и выяснили, что у ДЭУ не хватает оборудования, чтобы ремонтировать свои машины. Оборудование в Каракольское ДЭУ было предоставлено в рамках гранта по линии представительства Джайка на сумму 21 миллион сомов. Причем было предоставлено 951 единица техники, начиная от больших и технически сложных машин и тестеров, и заканчивая необходимыми подручными инструментами. Отметим, что наряду с этим прошло обучение сотрудников использованию данной техники. Вот феномонтажное оборудование, пресс и разный набор ключей, много, нам было необходимо это оборудование, поэтому по городу у нас таких нету почти. И мы постоянно искали вот это оборудование и возили куда-то. Сейчас вот привезли, установили и легче стало нам. Вот когда устанавливали это оборудование, они научили, специально там где-то 6 человек научили, вот они сейчас работают. Это шиномонтажное устройство, оно рассчитано на машины разных размеров, как грузовых, так и легковых. Сюда устанавливается колесо и при помощи махинаций, которые делает мастер, легко производится замена резины на колесах. Отметим, что эта машина очень проста в использовании и мастера пользуются ею без проблем. Она также значительно уменьшает работу над заменой колес. Сейчас Каракольское дорожно-эксплуатационное управление будет ремонтировать технику со всей области. Главным преимуществом данного оборудования является простота использования и повышение эффективности работы всего дорожного управления. Механик ДЭО номер 35 показал на примере аппарата для мойки автомобильных запчастей, как техника проста в использовании и эффективна. По его словам, этой машины недоставало больше всего. Недостача была вот этого оборудования. Раньше мы с грязными руками запчасти переносили, таскали. Вот сейчас вот это оборудование, как пришел, уже водителям легче стало. Вот открыл, вот эту запчасть, все детали поставили, поставили и обратно. Это как получается, это мойка. Данный проект направлен на повышение экспортной конкурентноспособности отечественного производства и укрепление потенциала управления наземной транспортной сетью республики путем обеспечения безопасности транспортного сообщения на внутренних магистралях, тем самым способствовать поддержанию состояния транспортной инфраструктуры. В целом по стране общая сумма проекции составляет 4 миллиона 200 тысяч долларов.